всем огромный огромный привет очень долго я думала и задавалась вопросом покупки хлеба печки и наконец-то приняла для себя решение что да хлеба печка мне нужна и наконец-то ее приобрела данная хлеба печка стоит 7590 рублей сегодня я хочу ее вместе с вами распаковать посмотреть что там внутри рассказать вам об этой хлеба печки и также испечь очень вкусный хлеб хлеба печку я долго выбирала выбирала из множества моделей но мне приглянулась данная модель это redmond m 1911 вот такая хлеба печь в ней 19 программ сама хлеба печка сделана как вы можете видеть из металла пластика очень такая интересная вот в таком я взяла варианте серебро у ней есть авто подогрев отложенный старт и также выбор корочки выбор корочки можно выбрать трех цветов от светлого до среднего и соответственно до темного также она может печь хлеб разного веса от 500 грамм 750 грамм до килограмма целый килограмм хлебушка можно вкусного на печь это хлеба печка на 500 ватт сейчас мы ее с вами откроем и посмотрим хочу распаковать данную хлеба печь вместе с вами очень конечно я много много думала так открываем хлеба печку что же у нас тут находится первым делом у нас находится гарантии всякие инструкции рекламы такие рекламки и книга на 50 рецептов это очень очень классная вещь чуть попозже мы с вами даже ее полистаем и достаю саму хлеба печку сейчас достану и вам покажу вот такая хлеба печка сейчас я сниму с нее пленку она с ножками на присосках имеет не скользит никуда не двигается так как там будет хлебушек замешиваться это очень-очень нам плюс сейчас я сниму чтобы открыть саму хлеба печку и посмотреть что же входит в ее состав так открываем что же входит в комплект хлеба печки это конечно же мерный стакан вот такой мерная ложечка лопасть вот такая и запасная лопасть две лопасти и вот такой крючок чтобы вытаскивать лопасть из хлеба такой у нас состав вот такая вот чаша с антипригарным покрытием износостойким и многослойным сейчас я вам покажу поближе вот так туда одевается крючок такая вот чаша она очень хорошо моется так как имеет антипригарное покрытие у печки такой хороший достаточно длинный шнур объем самой формы вот этой для выпечки составляет три литра и в ней можно готовить не только хлеб печь но также готовить молочную кашу и джем и йогурт любую абсолютно выпечку от кексов дом десертов также она может сварить суп в ней можно что-нибудь потушить и замесить тесто это для меня было самым главным чтобы она месила тесто она она месит как дрожжевое так и бездрожжевое тесто содержит 19 программ как я уже говорила сейчас вам покажу какие это программы это классический хлеб экспресс сдоба французский хлеб цельнозерновой бородинский безглютеновый можно делать десерт также месить дрожжевое бездрожжевое тесто делать любую молочную кашу выпекать кекс делать джем йогурт выпечку соответственно суп тушение хлеб с любыми добавками и ржаной хлеб вот такое понятное абсолютно меню выбор корочки старт имеет подогрев вот тут светлая средняя темная корочка можно добавить любые добавки вес хлеба от 500 грамм до килограмма может замешивать имеет отсрочку старта паузу подъем все что нужно для хлебопечки и длина шнура составляет один метр двадцать сантиметров также печка имеет энергонезависимую память до десяти минут функцию автоподогрева до одного часа и отложенный старт аж на целых 15 часов так что если поставить хлеб с ночи то к утру у вас будет готов вкусный домашний хлебушек вот такая книга рецептов есть на 50 рецептов тут очень много рецептов хлеба и сейчас мы с вами постараемся что-нибудь приготовить что-нибудь вкусненькое в этой хлебопечке возьмем самое самое простое это конечно же на печем хлебушек то для чего в принципе это хлебопечка и предназначается хлеба различные тут варианты очень множество просто посмотрите рецептов мне хочется напечь весь весь этот хлеб но со временем мы с вами напечем но мы сейчас займемся выпечкой классического домашнего хлеба вот такого по первому рецепту и вот такие ингредиенты нам понадобится вот так так что давайте опробуем данную хлебопечку и пойдем пробовать нашу красавицу в действии но прежде чем ее включать я вначале конечно же помою чашу и все приборы и принадлежности я уже все помыла вставляю в чашу такой вот вентиль так как же он там вставляется вот так наверно вентиль я вставила и теперь давайте приготовим все ингредиенты для выпечки хлеба нам понадобится 260 миллилитров воды 260 миллилитров воды 30 миллилитров растительного масла 1 чайная ложка соли и 2 с половиной ложки сахара столовые это вот одна вторая и я буду делать с двух чаю столовых ложек сахара так как не хочу слишком сладкий хлеб также нам потребуется 1 чайная ложка хлебопекарных сухих дрожжей я положу вот такие быстродействующие вот столько и нам еще понадобится 420 грамм муки обязательно хлебопекарной вот такой и я отмерила и просеяла обязательно 420 грамм муки вот такие ингредиенты нам понадобятся для обычного классического домашнего белого хлеба теперь все ингредиенты помещаем в чашу хлебопечки в такой последовательности вначале наливаем водички так затем наливаем растительное масло я пока пеку первый раз хлеб поэтому все делаю точно по инструкции добавляю сахар соль и дрожжи сахар соль и дрожжи и пшеничную муку пшеничную муку сейчас переложу ложкой муку я переложила теперь нам нужно закрыть крышку в крышке имеется вот такое интересное отверстие в которое можно наблюдать за выпечкой хлеба я считаю это очень очень удобно не надо постоянно поднимать крышку и смотреть так печку я уже включила в розетку она у меня показывает пока вот данные операции 750 среднюю корочку уже как бы стоит в начальном режиме нам нужно выбрать программу классический хлеб так это первая у нас программа на ней уже по ходу и стояла первая программа вот тут написано первая программа классического хлеба вес 750 у нас уже стоит из цвет корочки средний пускай будет пока средний посмотрю как она пропечется и все и нажимаем кнопку старт и готовим до окончания программы хлебушек вместе с замесом паузой и подъемом будет готовиться три часа и потом я вам покажу какой он вкусный этот домашний хлеб и как он получился в этой хлебопечке ну что нажимаем старт скрестили кулачки и поехали весь процесс мы можем наблюдать вот через такое отверстие печка наша начала замешивать хлеб но нам остается только подождать пока она его замесит и выпечет вот такой же получается там кружочек печка работает достаточно тихо не очень сильно трясется вот можете посмотреть за счет того что ножки у нее на присосках даже у меня стоит на столе где работает хлебопечка стекло и она абсолютно не трясется процесс замешивания пошел более интенсивный вот такой у нас там калачик и осталось всего два часа пятьдесят шесть минут до хорошего вкусного домашнего хлеба после замеса вот такой у нас колобок получился программа перешла в режим паузы сейчас тесто наше отстоится и начнется режим подъема печь перешла в режим подъем и до конца программы остался час пятьдесят четыре минуты тесто уже поднялось программа подъем закончилась и включилась программа выпекания остался у нас ровно час и через час у нас будет вкусный домашний хлеб заканчивается программа выпекания осталось уже три минуты вот такой там красивый получается хлебушек который мы сейчас откроем вытащим и попробуем вот такая красота заканчивается программа выпекания хлеба хлебопечка издала вот такой сигнал и наш хлебушек готов сейчас мы откроем и посмотрим что у нас там получилось вот такой свежий ароматный домашний хлеб корочка мне очень нравится повторюсь что корочка была средняя но я думаю темней и не нужно кто любит потемней может ставить корочку потемней мы как-нибудь с вами обязательно попробуем сделать из темной корочкой сейчас мы вытащим нашу форму из хлебопечки для этого для удобства есть вот такая ручка и поворотом вот так вытаскивается сама форма и дадим хлебу остыть вот такая красота сейчас я вытащу хлеб и обязательно вам все покажу ну и вот такой чудесный ароматный хлеб мягкий у нас получился в нашей хлебопечке сейчас я его разрежу и посмотрю что там внутри хлеб шикарно режется и вот такой хороший он правда еще горячий 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 конечно надо было дать ему остыть хлеб получился он великолепно пропекся сейчас он остынет посмотрите даже идет еще пар и мы будем его кушать спасибо что смотрели это видео кому понравилось подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео и заходите в наши группы вконтакте со светой всем огромное спасибо до свидания и пока